Сегодня 13 апреля, вторник. Смотрите выпуски. Первые лица города сообщили, Ачинск получит около 300 миллионов дополнительно на ремонт дорог и благоустройства. Кому достанется иллюминация, а кому лишь ямочный ремонт. Узнайте через минуту. Депутат ЗАГС Собрания назвал срок, когда Ачинск получит еще больше денег на ремонт и благоустройство. Это точно станет мемом. Мы не доживем, мне кажется, никто. В Ачинске пройдет большой субботник. Назовем точную дату генеральной уборки. Ачинск получит больше денег на благоустройство и ремонт дорог. Сегодня первые лица города сообщили журналистам, что Ачинску будет дополнительно выделено почти 300 миллионов. Кому достанется иллюминация, а кому лишь ямочный ремонт. Сейчас расскажу. Новая власть уже давно ведет переговоры с краевой о дополнительном финансировании. Вопрос, похоже, решился в нашу пользу. Мэр Александр Токарев заявил, из краевой казны город получит 260 миллионов. И эти деньги пойдут на ремонт двух улиц. Кравченко и Лапенково. Часть суммы потратят на благоустройство пешеходной зоны, часть на восстановление дороги. Кравченко, исходя из того, что мы на протяжении многих лет уже много средств вкладываем в данный район, сделали и благоустройство, и площадь переделали. И решение принято совместно с депутатами горсовета раз и до конца сделать уже под ключ улицу Кравченко. И иметь полностью благоустроенную центральную улицу нашего города. И уже какое-то время нормативное, эксплуатационное, уже не вкладывают туда средства. Проспект Лапенково, по такому же принципу, как две центральные ключевые улицы, где в большей степени идет процесс, не то что транспортный, а общественный процесс жизни города. Где больше людей занимаются своей повседневной жизнью. 126 миллионов – это полное благоустройство, это тротуары, это выкорчевка наших старых тополей, это озеленение полностью пешеходных зон, это освещение пешеходных дорожек, это установка малых архитектурных форм, иллюминация. То есть дизайн-проект предварительно разработан на эти две улицы и согласован с Министерством строительства Красноярского округа. По мнению градоначальника, нужно завершить обустройство центра города. А на другие улицы – профсоюзную, Кирово, вторую кирпичную и другие, где ям и колей больше, чем нормального асфальта, деньги, возможно, еще будут. Пока их хватает только на ямочный ремонт. Что касается улицы профсоюзной, ямочный ремонт, да, конечно. 45 миллионов город получит на капитальный ремонт путепровода на 5 июля. Саму улицу, по словам Токарева, в этом году делать не будут. Другой вопрос – как власть будет контролировать качество и сроки проведения дорожного ремонта. Чтобы не повторилась уже многолетняя практика, когда асфальт кончается вместе с зимой, а работы по благоустройству уходят под снег. В новых контрактах у подрядчиков уже есть новое требование. Дважды просрочил – в зашей и без оплаты. Главный депутат Сергей Никитин обещает народный и общественный контроль. До конца месяца, думаю, мы выработаем механизм взаимодействия с жителями города для того, чтобы привлекать к контролю за качеством выполнения работ, которые сейчас начнутся. Напомним, ранее мэрия уже определила подрядчика на ремонт улицы Льва Толстого и участка Декабристов. Наименьшую цену предложил Аккорд Плюс. Кто возьмется за проезд авиаторов, пока неизвестно. Сквер на дружбы народов будет благоустраивать Сибдорстрой, Зверево со стороны 6-го микрорайона, комплекс строй, торги на благоустройство парка Победы, путепровода на 5 июля, а также ремонт Покравченко и Лапенкова ориентировочно пройдут в мае. Николай Черемных, Наталья Сусанина, Вильдан Калимулин, Телеканал ОСА. Когда Ачинск получит еще больше денег, депутат ЗАГСобрания Владимир Чернышенко озвучил точный срок. Это заявление он сделал в присутствии всех городских СМИ, а не на банкете. Очевидно, это нужно воспринимать всерьез. Деньги надо выбивать, обещают, на 400 лет Ачинска дать денег. Николай Николаевич, уточните, 400 лет Ачинска мы не доживем, мне кажется, никто. Я тоже так думаю. На какой юбилей, простите, может быть, поближе? 350. Я точно так же сказал. 400 лет? Вы не ошиблись? Ну, 307 и сколько? Да, 400 лет, через 30 лет, 400 лет. 330 будет. Сколько будет? 340 будет через полгода. Через полгода. Ну, через 40 лет будет 400, ну что? Не ошибся, я деньги умею считать. Не, ну, по крайней мере, я получил какой ответ? Енисейскую 400 лет, 400 миллионов дали. Минусинскую 200 лет, 200 с чем-то миллионов дали на восстановление. Такой вальческий ответ. Будет 400 лет, дадут 400 миллионов. Наверное. Напомним, датой основания Ачинска считается 1683 год. Это знает даже детсадовец. 400 лет городу исполнится в 2083, через 60 с лишним лет. Возможно, деньги Чернышенко считает все-таки лучше, чем года. Наталья Сусанина, Вильдан Калимулин, Телеканал ОСА. Лицей номер один ведет набор старшеклассников в профильные классы. Обучение в группах по 12 человек. Тренинги и семинары с командой педагогов, профессионалов лицея и преподавателями вузов. Реальное обучение вместо затрат на репетиторов. Удаление варикоза. Без разрезов, без наркоза, без потери трудоспособности. Клиника лазерной хирургии варикоза нет. Телефон 205-45-01. В КПК Сибито вы можете получить деньги до зарплаты или пенсии от 1 до 50 тысяч рублей. Первый раз бесплатно. Сможете оформить автозайм от 20 до 300 тысяч рублей с правом пользования авто. Обращайтесь в КПК Сибито. Торговый центр Причулымье. Второй этаж. Вачинский стартовал второй этап благоустройства по улице Зверева в 6 микрорайоне. Сегодня подрядная фирма «Комплексстрой» приступила к демонтажу плитки. Напомню, эта фирма забрала контракт за 8,5 миллионов рублей, уронив от начальной стоимости 2,5 миллиона. Вот что появится на площади почти в 15 тысяч квадратных метров. Она будет поделена на пять отдельных зон. В самом центре расположится главная площадь, которая соберет в себе самые важные функции. Это велопарковки, канатный и многофункциональный тренировочный комплекс и большое разнообразие качелей. Также в других зонах появятся шахматные столы, поселятся цветники с многолетними растениями, беседки, скамейки и дощатый мостик. Покрытие будет такое же, как и в предыдущих благоустройствах. Два вида брусчатки, асфальт и резиновое покрытие. Изюминкой этого проекта станет озеленение 10 цветников из барбариса, ели, горной сосны и боярышника кровавого красного. Отметим, что скромная реновация в этом месте уже была в 2016 году. Тогда были установлены скамейки, урны и вазоны, уложена брусчатка. Теперь это благополучно демонтируется. Ситуация Ачинсам знакомая, подобная, произошла летом прошлого года с брусчаткой с площади Гордыка, которую варварски камазами продавали налево и направо. Как сегодня пояснил представитель комплекс строя, вся бэушная брусчатка аккуратно укладывается на поддоны и будет вывезена на площадку бывшего Ачинского транспорта, где в дальнейшем ее пустят на благо города. Завершить все работы подрядчик должен к 1 августа. От себя скажу, контроль от чиновников за это благоустройство будет жесткий. Это обещал первый вице-мэр Сергей Мачехин. Если что-то поплывет следующей весной, разгонит всех. Так что держим кулачки и молимся, чтобы подрядчик сделал все в срок и без брака. Анна Ахметова, Телеканал ОСА. И снова про школьное питание. Детей в школах Ачинска недокармливают. Шеф-поваром работает бухгалтер с дипломом сельхозтехникума. И расходы на бесплатное питание не совпадают с реальным количеством детей. Эти и другие нарушения выявили ревизоры за 2020-й. И счетная палата проверяла не все школы. Речь идет о 7-й, 17-й и 6-й в основном корпусе и филиале. Зама по соцвопросам Татьяну Быкову мы спросили, ну как так-то? Самым серьезным нарушением, по мнению Быковой, стало расхождение расходов на бесплатное питание с реальным количеством детей. Но этому есть объяснение, считает зам мэра. С 1 сентября, кроме льготников, бесплатно получают обеды все ученики с 1 по 4 класс. Посчитать без ошибок помешал человеческий фактор. Денег потратили больше, чем накормили детей. Всего на 52 тысячи. При этом школьный обед стоит меньше полтинника. Чтобы впредь такого не было, говорит Быкова, они внедряют электронный учет. Пока экспериментально только в первом лицее. Если опыт будет положительным, систему распространят и на другие школы. Другое серьезное нарушение – школьное меню не соответствует по калорийности и наличию фруктов, овощей и молока. Не на все у главного по соцполитике есть ответы. Ничего криминального здесь нет, потому что там плюс-минус жиров, углеводов. Но наша задача стоит здорового, сбалансированного питания. Соответственно, технологическая вещь при изготовлении блюда должна стопроцентно соблюдаться. Технологи должны выезжать не раз в неделю, а два раза в неделю. Для того, чтобы отсматривать четкое исполнение технологических карт со стороны шеф-поваров и поваров. Если я понимаю с фруктами и соком, почему понимаю? Потому что у нас велась очень большая претензионная работа. Год был 20-й очень тяжелый. И велась претензионная работа с поставщиками по поводу качества. Мы рефрижераторами отправляли назад продукцию, мы судились, мы заменяли поставщика. Поэтому я могу понять, что с молоком, не понимаю сейчас. Проведем четкий анализ, будем понимать. Это нарушение, которого нужно избегать однозначно. Замену продукта в 10-дневном меню должны контролировать школьные шеф-повара. Но, как выяснили ревизоры, проблемы есть и с шеф-поварами. Так, в шестой школе в этой должности работала бухгалтер с дипломом сельхозтехникума. По словам Быковой, дефицит работников столовых, школ и садика составляет 30%. Заработная плата данной категории работников очень низкая. Это мрот. Это мрот. И во всех. От садика до школы. Поэтому, это факт, я ничего не могу с этим фактом сделать. Нам нужно поднимать заработную плату этих сотрудников. А это бюджет города Ачинска. Напомню, к организации школьного питания и раньше были претензии. В марте новости ОСА рассказывали, что Роспотребнадзор обнаружил гниль и просрочку в школьных столовых. Тогда Быкова ответила за все ошибки подчиненных. Просроченная оказалась пачка ядированной соли, а гнилыми несколько луковиц в одной школе. Тогда же заммэра и заявила, гарантировать, что в следующий раз не будет нарушений, она не может. Наталья Сусанин, Вильдан Калимолин, телеканал ОСА. Продолжение следует... Переспрашивайте. Это заметнее, чем незаметные слуховые аппараты. Проверьте свой слух бесплатно и подберите цифровые слуховые аппараты. Запишитесь по телефону 30 100 или на сайте. Аудионика Застраховаться от укуса клеща стало еще проще. Губернские аптеки предлагают новинку. Страховой полис в коробке за 399 рублей. Купите коробочный продукт с уникальным номером. Активируйте полис через сайт или контакт-центр и целый год вы под надежной защитой. Полис действует по всей России для жителей любого возраста. Страховка в коробке. Подробности в фармацевтическом центре губернские аптеки, улица Кравченко, 7А. Компания Синт представляет. Интернет со скоростью до 300 мегабит в секунду. Подбери свой тариф на выгодных условиях. Все подробности узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56-00. Это может показаться диким, но в 21 веке можно ждать и не дождаться жизненно важный препарат стоимостью 250 рублей. Ачинцы с диабетом уже несколько недель не могут получить необходимые лекарства. Как такое могло случиться, сейчас узнаете. Вот 16-го числа, марта, получила рецепт на препараты гликозид для диабетиков. Но до сих пор, сегодня 13-е число, препараты не получила. Стала в очередь. Говорят, что на складах просто лекарства нет. Перед тем, как встать в очередь, полтора часа просто отстояла в аптеке. Препаратов уже месяц нет. Мне уже 16-го числа эти другой рецепты получать, а я до сих пор, увы, не получила ничего. Елена рассказывает, что она, как и многие, кто страдает диабетом, оказалась без жизненно важных лекарств. И это не первая подобная задержка препаратов. С января месяца были небольшие перебои, но это было в течение недели. Даже на отсрочку не брали документы, сказали 2-3 дня, подходите, машина будет, лекарства будут наличие. Так оно в принципе и было. В аптеку еще раз хожу, хожу, когда будут. Вот, знакомые есть в больнице, работают, сообщили, что склады, которые непосредственно находятся на них, препараты для льготников, в частности для диабетчиков, они пустые. Сказали, ждите, ждите. Ну а сколько можно ждать? Уже вот второй будет сейчас рецепт, потом, не дай бог, третий рецепт. Я пойду за свои деньги, куплю, конечно, я же не буду ждать, а пенсионеры. Судя по рецепту, это федеральная льгота и закупкой лекарств занимается Минздрав Края. Мы отправили запрос в ведомство. Нам ответили, что гликлозит на складе с пятницы 9 апреля. По информации склада, его уже начали развозить по аптекам. Препарат метформин имеется в достаточном количестве на складе по всем льготам. Почему аптека не заказала под пациентов препараты, неизвестно. Отметим, что перебои с поставкой препаратов для больных диабетом в Ачинске не впервые. Ранее уже случались задержки жизненно важного инсулина. Последний такой случай произошел в декабре прошлого года. Николай Черемных, Вильдан Калимолин, Телеканал ОСА. На этой неделе в Ачинске начнется генеральная уборка. Городской субботник пройдет с 15 по 25 апреля. В прошлом году из-за пандемии массовые работы не проводились. И это отразилось на чистоте улиц и парков. В этом году все желающие могут навести порядок в городе. Как правило, в таких субботниках участвуют городские предприятия, бюджетные организации и студенты. Чтобы собранный мусор не лежал кучами, его необходимо упаковать в мешки. Как будет организован вывоз мусора, собранного во время субботника, будет сообщено дополнительно. Субботник пройдет субботник. Субботник пройдет.